Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал. Спасибо, что нашли ко мне в гости. Сегодня я хочу вам сказать новую коллекцию Hourglass, называется Sculpture Collection, если я не ошибаюсь. У меня три позиции, в этой коллекции только три позиции. Это Holiday Collection, здесь помада, вот такая шестерочка и вот такая вот четверочка. Перед тем, как я перейду к нанесению, я хотел сказать, у меня сегодня на лице вот такое вот Annes Beauty масло. Я обожаю этот бренд, это хозяйка Джессика Альба. Очень хорошее качество, достаточно, конечно, вот этого масла цена не дешевая 27 долларов, но вообще этот бренд, он такой недорогой и качество у него бомба. И вот такой вот Tom Ford Traceless Foundation Stick номер 5.6 Ivory Beige. И на губах у меня вот такой вот Annes Beauty, это бальзам для губ, для кутикул, для ногтей. Вообще бомба, посмотрите, у меня почти его там не осталось. Могу вам его рекомендовать. Вообще хороший бренд, попробуйте, думаю, вам он понравится. Первая палетка на самом деле красивая коробочка, вот такая золотая, очень хорошо выглядит, супер. И здесь инструкция у вас, и палетка, и здесь инструкция тоже, видите, это удобно. Если вы не сильно разбираетесь в макияже, думаю, вам будет легко с такой инструкцией. И палетка выглядит вот так. Очень красивая. Прям нереально мне нравится. Я открою вам ее. Я вижу себя в зеркале. Красивая, конечно, очень мне нравится. Прям выглядит, я бы сказал, дорого. И она, конечно, стоит недешево, 78 долларов или 80, точно не помню. И на эту половину лица я нанесу эту палетку, и на эту половину я нанесу вот четверочку. Давайте нанесем сначала вот эту палетку и посмотрим, как она вообще работает. Я буду использовать кисти Wayne Ghost, это Artistic Brush Collection, я не понял, как она точно называется. Эта кисть вроде бы, если я не ошибаюсь, с козы и белки. Супер кисть, обожаю. Работает просто нереально. И давайте его нанесем. Давайте я вам расскажу немножко про эту палетку. Эти два цвета, эти старые два цвета, и вот этот цвет тоже старый. Вот эти три новые. Мне на самом деле очень интересно попробовать бронзер. Все говорят, что он какой-то красноватый. Так что давайте его нанесем. Очень легко набирается на кисть. Посмотрите, прям очень легко и на самом деле выглядит он такой, ну розовый реально, как будто румяна. Давайте я нанесу вот сюда его. Ого, какой он пигментированный. Ничего себе. Он реально выглядит как румяна. Я еще немного его нанесу вот сюда. Примерно вы видели. Бронзер вы помните, мы наносим, как будто делаем мы контур. Можно так, например, тройку рисовать. У меня борода, тут, конечно, нечего рисовать, но вот так. Раз и два. Вот так вот наносим бронзер, контур. Конечно, можно немножко не забыть на нос бронзера, для того, чтобы сделать такой эффект более загара. Так что очень круто наносится. И мне нравится этот красный платон. Смотрите, смотрите, такое ощущение, что я просто загорел. И давайте перейдем к этим румянам. Но мне кажется, вот румяна у меня все-таки называется Diffuse Heat. Очень похоже визуально, но я еще не знаю. Посмотрите. Видите, они рядышком, конечно, они нет. Вот эти поярче, эти более такие тусклые. И возьму свой любимый Color Switch. Вот он у меня. И я сделаю вот так. И смогу нанести румяна этой же кистью. Давайте я нанесу румяна. Ну, они такие тоже, я думаю, пигментированные. Посмотрите. Достаточно много пигмента в румянах. И я вот сюда наношу румяна, не ниже. Да, они достаточно пигментированные. И на моем медиум коже очень-очень показывают. Но красиво. Реально очень-очень красиво. Можно немножко их сюда, то что осталось. И на нос тоже не забываем. Чтобы сделать примерно... Как говорится, все поженить вместе. Чтобы ваш макияж смотрелся целостным. Смотрите, как смотрится красиво. Такое ощущение, что реально я загорел. И немножко-немножко с розовыми щеками. И вот этот вот новый хайлайтер. Я возьму другую кисточку, поменьше, с той же коллекцией Vine Goes. И возьму этот хайлайтер. Но я в нем вижу такие маленькие блесточки. Посмотрю, как он наносится на лицо. И давайте я нанесу вот сюда, как обычно наносить. Но мне не нравится он вообще. Потому что я вижу отдельные блестки, реально. Блестки крупные, я их могу даже посчитать. Я не вижу сильного свечения. Вообще, вот этот вот новый мне не понравился абсолютно, нет. Давайте нанесем пудру. Пудра это классическая diffuse light и dim light, если я не ошибаюсь. Да, пудра это dim light и diffuse light. Вот это вот поярче на самом деле. Лучше всего наносить. Может и не бояться наносить. Вот так вот под глаза. Классно разглаживает, подсвечивает. Мне нравится она. И на все лицо я бы нанес вот такой вот. И мне она тоже очень нравится. Называется это вроде бы dim light, да. И вот так вот ее можно. Все лицо заполировать в конце dim light. Слегка, слегка, слегка. И вообще получается. Конечно, лучше брать больше кисточек, чтобы не бегать за новыми кистями. Я этой кистью. Давайте я вам покажу свочи вот этих вот румян. Называется mood expose. Вот так смотрится mood expose. Я сейчас вам покажу, как он наносится. Только куда же мне его нанести. Поверх этого уже розового не нанесешь. Ну давайте поверх нанесу. Ничего страшного, я думаю, не будет. Посмотрите. Слегка, слегка его. Видите? Конечно. Все, какой цвет красивый. Конечно, переливается так красиво. Мне очень нравятся пудровые текстуры. А у нас просто нереальные. Давайте перейдем к маленькой палетке. Называется sculpture unlock. Вот тут значок вот этот с зайчиком. Они что-то 5% или сколько там вот profit отдают. Помощь животным. И вот так выглядит эта палетка. Конечно, мне дизайн безумно-безумно нравится. Очень красиво. И давайте я покажу вам палетку. Все, какая она красивая. Все качественно. Качественный пластик. Красивое зеркало. Почему эта палетка называется sculpture unlock? Потому что первая палетка, шестерка, вышла в 2018 году. У меня ее, к сожалению, нет. Но. И там были 4 самые популярные цвета. Там было 6 этих цветов. Эта палетка была топ-сейлером. Все ее хотели купить. Она была быстро sold out. Потом они выпустили 3 или 4 этих цвета в год. Ghost палетки, если я не ошибаюсь. И сейчас они решили выпустить вот эти 4 цвета в маленькой четверке. Так что я этому рад. Потому что у меня нету той палетки 2017 года. И Ghost у меня нет. А вот это теперь у меня есть. Первое мы нанесем бронзер. Давайте я нанесу вот так. Очень красивый оттенок. Смотрите, как он говорит. Безумно-безумно натурально. Если этот уходит в красненку, вот этот такой именно нейтральный. Смотрится реально как будто загорелая кожа тоже. Но я не знаю, как мне нравится больше на самом деле. Мне нравятся оба. И я хочу нанести румяна. Такие румяна более такие нежные. Не такие пигментированные. Но безумно красиво наносятся. Посмотрите, как они выглядят. Очень-очень натурально. Аурглаз, конечно, косметика и для профессионалов, и для новичков. И давайте нанесем хайлайтер. Хайлайтер. Он такой достаточно пигментированный. Посмотрите, как он. Давайте я нанесу вот сюда. Ну, конечно, он гораздо получше. И уже поярче. Почти не подчеркивает никаких. Так говорится, издяна вашей кожи. Мне он нравится. Смотрится очень-очень-очень красиво. Прям безумно-безумно красиво. У меня этого цвета тоже не было. Хотя у меня вообще немного хайлайтеров. Но вот этот Аурглаз хайлайтер, честно говоря, ни с чем не сравнится. Здесь такого хайлайтера нету, как здесь. Это бомба просто. Если у вас нету этого хайлайтера, пожалуйста, купите. Вы точно-точно не пожалеете. И последний оттенок у нас на Finish It Powder Soft Light. Давайте я немножко нанесу вот этот цвет под глаза. Как она интересна. Вот такой, видите, оттенок слегка, слегка, как такой бежевый. Даже не персиковый, бежевый. Под глаза, честно говоря, мне кажется, эта пудра немного темноватая. Но если сделать вот так вот ее чисто баффинг техник, вот так вот, то я думаю, что она как раз будет идеальна и подойдет большому количеству людей. Конечно, взять лучше кисточку по чуть-чуть побольше, но эта кисточка тоже очень удобна. Это Scott Barneys 64 номер. Очень классная кисточка. Тоже рекомендую. Мне кажется, смотрится очень красиво, натурально. Супер. Мне она понравилась тоже. Давайте перейдем к помадам. Выглядит вот так. Красивая упаковка. Помада. У меня нет такой помады. Мне интересно. Достается на ней легко. Надо будет побороться с ней, как говорится. Как ее достать? Вот так легче, короче. И... Такое ощущение, что это железное прям. Пахнет очень приятно. Такой ненавязчивый помады запах. Давайте я вам покажу упаковку сначала. Посмотрите, какая красивая упаковка. Просто нереально. Мне нравится. Она такая тяжеленькая, железная. Супер. И второй здесь такой бы тоже. Это, как говорится... Тяжело достать ее. Не знаю, как ее доставали отсюда. Ну, реально, может как-то вытаскивать вот так. Нажимать. Так, наверное, легче. И здесь вот такой вот второй рефил. Этот цвет красный. Как этот рефил достается? А вот так. Да. И здесь красный оттенок. И давайте перейдем к нанесению помады. Мне нравится очень упаковка. Супер. Цена 48 долларов. И две помады за 48 долларов. По 24 доллара помады. В принципе, неплохо. Нормальная цена. И давайте я нанесу сюда свотч. Мне сразу напомнило, знаете, что? Помаду Charlotte Tilbury. Кремовая текстура. Цвет такой красивый. Пахнет очень приятно. Цвет нереальный. Мне нравится. И давайте я поменяю на другой цвет. Как оно вставляется? А, вот так оно вставляется. Раз, два и три. Видите, как? И вот так оно. Раз. Прикольно. Мне нравится. И цвет такой плотный. Но он на самом деле яркий. Посмотрите, какой красивый оттенок. Цвет насыщенный. Вы можете нанести его плотно. Он будет смотреться темнее, насыщенный. Можете слегка его нанести и растушевать пальцем. Он смотрится прям яркий такой. Посмотрите, я вам примерно покажу, как он смотрится. Когда вы его растушевываете. Такой прям малиновый. Очень красивый. Можно делать ним румяно. Классно. Вообще помада мне безумно понравилась. Так что могу вам сказать, вам двумя руками, ногами за. Давайте подведем сегодняшние итоги. Начнем с этой большой палетки. Что мне в ней не понравилось? Мне не понравился этот оттенок. Этот хайлайтер. То есть не то, что оттенок, в нем большие блестки. И он на самом деле безумно не переливается. Я вот смотрю на него и вижу прям кусочки блесток. Мне это не понравилось. Вот этот бронзер, мне он понравился на мой цвет кожи. У меня такой медиум, но он с краснинкой. Если вам нравится бронзер с краснинкой, супер. Если нет, конечно, это не для вас. Эти классические пудры супер. Румяна ярковатые, но мне нравятся. Эти очень красивые румяна. Нереальные. Так что мне понравилось абсолютно все. Упаковка мне нравится. То, что пальцы оставляет небольшая проблема. Давайте перейдем к маленькой палетке. Что мне в ней не понравилось? Наверное, ничего. Потому что все в ней супер. Эта пудра, финиш пудра, мне нравится. Бронзер, он нереальный. Он прям натуральный такой. И он смотрится очень-очень красиво. Растушевывается легко. Румяна тоже супер. Очень нежно их можно наслаивать. Они смотрятся очень натурально. Этот хайлайтер, да, он мне нравится супер. Но могу вам сказать честно, вот эти хайлайтеры мне нравятся гораздо-гораздо больше. Но этот хайлайтер очень красиво, смотрится натурально. Так что мне эта палетка понравилась 100%. Если выбирать одну из двух, я бы точно выбрал бы вот эту именно палетку. Но две палетки красивые. Насчет помад, я только что вам говорил. Помады супер, цена, мне кажется, хорошая. 48 долларов. Это по 24 доллара одна помада. Так что я могу вам точно ее рекомендовать. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Я надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Или ставьте палец вниз, да, вниз. И подписывайтесь на мой канал тоже, или не подписывайтесь. Так что заходите, делайте что-то на моем канале, смотрите. Если вам что-то нравится, отмечайте, пишите мне. Буду очень рад с вами общаться. И до скорых встреч. Всего хорошего. До свидания.